Ну да, конечно. А чё они ждали-то? Чё вы ждали, враги? В засаде они. А-а-а. Да, помешал. Извините. Блин, сейчас дром на себя все шишки соберёт. Бедняжка. Ой! Их четыре штуки. Пока что я вижу четыре штуки. Пять, шесть. Кто больше? Семь. Вижу семерых. Ещё горгульи предположительно встанут. О-о-о-о-о-о-оба-бах. Отчёт как-то, блин, много. Их дрона вырубили у меня. Вот дрона прям конкретно вырубили. Так, ладно. Этот сюда. Так. Вот этим надо, конечно, скорее туда как-то идти. Вот отсюда, видимо, он быстрее пройдёт. Там мы всё перегородили. Блин, ещё и перезаряжаться надо будет. И Айгер как-то вот, как бы рановато вылазить за Айгер-то. Слушай, ну если дрона убьют, то это будет прям совсем стрёмно. Так, за Айгер надо сменить ствол. У тебя же есть ремонтные комплекты для дронов. Ну есть, да. Но как бы нужно, чтобы кто-нибудь с этим ремонтным комплектом добежал. Понимаешь? Мне сейчас как-то вылазить... Вылазить просто стрёмно сейчас из-за угла, потому что... Ну да, я понимаю. Слишком много их там. Вот в чём проблема. Сюда пока по этому Глори встану. А вот у этого почему-то у дрона поддерж... Кстати, про дрона... А, два экшн-поинта. А, подождите. Может я всё-таки смогу... Я ничего не смогу. Кинуть гранату из-за угла прям хотел. Ну, давай хоть так, как-нибудь, я не знаю. Ты вот тоже сюда зацелься. О, боже мой. Тут у них очень дофига. Промазал огненкой. Промазал. Промазал. Сейчас все будут ходить. О! Промазал, но хотя бы с Леггером. Ну, по крайней мере, меня радует, что они активно мажут. Я думаю, что я сейчас буду активно пользоваться гранатами. И, кстати говоря, я могу уже включить дрона. Я вижу, что это можно сделать. Вот он. Он, правда... А, всё, он выспался. Дрон выспался отлично и готов снова воевать. Со свежими силами. Да, со свежими силами. Отдохнувший. Так, фугасную. Ну, на самом деле неплохо. Хотя лучше было бы куда-нибудь сюда её бросить. Но... А хотя, вообще-то, я могу её туда бросить. Вообще-то, я могу её туда бросить. Я могу вот так вот сейчас выйти. На один экшн-поинт. И на два экшн-поинта кинуть фугасочку. Вот сюда. Во! Минусочки действия. Замечательно. А ты, парень, такой, выходишь, короче. Собирать на себя все шишки. И так вот смотрим. В кого больше шансов попасть? Суперочередью. Ну, мне кажется, надо вот этой вот бить. Не суперочередь, а вот этой. Суперочередь, она... Плоха, мне кажется, против брони. А вот обычная очередь... Риггер, кстати. Во, кого надо убивать. Блин, не убил. Но почти. Так, Айгер. Займёшь позицию чуть дальше. И со снайперочки убьёшь Риггера и... Силовик... Кого ещё можно? Гренадёра, наверное. Шваркнешь. Но... Слабовато, честно скажу. Давай. Давай. А, чёрт. Вот вечно я надеюсь на криты. Вот вечно надеюсь на криты, блин. А они не случаются. Ну вот опять крит не случился. Ну ладно. Так. Глории. Сюда за столб. Сейчас Гаргуля как-нибудь проснётся. О, неплохо. О, промазал. Отлично. Так. Вот он мне не нравится. Вот он тут кастующий. Ну, этому жир... Жир на дрону, короче, ему как бы вообще по барабану. На самом деле. Жир на дрону, он просто стоит и смеётся над ними. Вот в кого надо палить. Так, хорошо. Перезарядка, чёрт возьми. И ещё разочек. Давай крита. Не, есть! Всё, минус маг. Так, и теперь... Вот этого можно спящего убить. Либо бить гренадёра. Блин, гренадёр, ну, очень крепкий парень. Ну, а я могу ещё и с гранатомёта шваркнуть в нём. Вот так вот, на шестёрочку. Ну, очень крепкий мужик. Так, есть! Даже он не устоял. В кого тут побольше шансов? Этот спид его... Но он сейчас всё равно проснётся с другой стороны. Лучше сразу его атаковать. Так, хорошо. Теперь дрончик. Сначала дрончик поддержки. Оп! Минус ушёл. Он-то, конечно, поддержка, но хреначит, он не хуже боевого. Он вообще нормально. Я реально удивлён, очень приятно удивлён. Так. Причём, ты понимаешь, он реально круто попадает. Вот прям реально круто попадает, чёрт побери. И при этом нормально дамажит. Так, всё, этот тоже помер. Ой, этому дрону, короче, ему такие... 15, 8, 15. Чё, комарик укусил. Так, давай, перезарядимся. Перезарядка у него, конечно, очень долгая. Так, давай, гранатомёт. Неплохо. Теперь Айгер. В того попадаешь? Не попадаешь. Отсюда будет попадаешь. Вот. Шо? Не очень хорошо. Глория. Кажется, надо идти в ближний бой. Наш мажет в ближний бой. Ну, с кем не бывает? Во, попала. Правда, она и Гаргулю разбудила. Это мне гораздо меньше нравится. Так. Может, того попытаться? Нет, лучше уж я буду бить Гаргулю. Так. Блин, этот не может в Гаргулю. А Глорию зацепит? О, Глорию не цеплю. Промазал. Чуть ли не первый раз. Опять промазал. Его прокляли. Перехвалил. Да, перехвалил, точно. Гаргуля чё-то задумала. Кажется, я её сейчас просто возьму и убью. У этого дрона вообще трудно промахнуться, судя по всему. Так, давай-ка схожу дроном. Ну, вообще неплохо. Фланганули. Глори, ты продолжаешь стрельбу в этого парня. Хорошо. Молодец. И вот, ещё и попала в этого. Вообще красотка. Так, давай-ка прицельно из этого пистолетика. Есть. Хорошо. Айгер ещё не ходила у нас, между прочим. Всё. Глорию могло цепануть, конечно, но... Ничего не поделаешь. Есть. Всё. Битва окончена. Ох. Наконец-то. Сколько можно. Реально, блин. Очень длинные боёвки, очень угнетают. А, нифига себе. Ещё не всё. Причём вообще так норм задамажила. Сволочь. Ещё и вот это проснётся же ведь. Так, ладно, давай ты, короче. Проснётся же. Мегадрон. Почти как-то. Блин, да вообще чё-то ни о чём задамажил. Ты чё, дрон? Ты ж крутой. Так, ну давайте вот дроном поддержки тогда его... Вот это я понимаю, блин. Дрон поддержки одним залпом больше снёс. Чём мы тут... Чём мы тут... Цаи очередью. Очердью своей. Понимаш. Айгер. В коленку. Да. Есть. Сейчас опять люлей отхвачу. Я буду обходить горгу... Блин, ну так реально нечестно. Почему наступил тот дрон, а отхватывает люлей мой персонаж? Потому что... Ну это же реально нечестно. Так, ладно, я, короче, пойду сюда. Мегадрон он, короче, супер-пупер-убийцей. И вот этой вот штукой его сейчас... Вот! Вот! Вот это совсем другой разговор. Так, проклянуть его. Проклясть. Так, и теперь... А, я даже его шокером... Попал. А, офига себе, клёво. Так. А теперь Айгер. Отлично. И ещё раз. Опа, всё, готово. Ну и... Жирнодрон и иммунитет, конечно, ко всему этому. Ой, был бы у меня... Был бы у меня ко всей этой ерунде иммунитет. Так, вот и терминал. Вот на самом деле терминал, к которому мы всё это время, очевидно, пробивались. Сбоем. Да, сбоем. Панель двери грузового лифта. Экран панели управления лифтом мерцает символами и с сообщениями об ошибках. Неприличными буквами. Да, неприличными надписями. Пожалуйста, свяжитесь с вспомогательным шлюзом 466 для уведомления о работе турелей. Пожалуйста, проследуйте к восточной лестнице. Открыть двери грузового лифта. О, боже мой. Это волнительно. Да. Заходим в грузовой лифт. Лаборатория внизу. Миновав парк особняка, вы находитесь лжебный вход. Он открыт в непосредственной близости неприятеля. Не наблюдается. Так я уже всех перебил, конечно. А вот и лифт, на котором вам удалось сбежать отсюда в прошлый раз. Терпеливо ждёт вас. Он вздрагивает и приходит в движение, которое готовый унести вас вниз в нейтролаборатории, в место, где Моника встретила Апекс, и мир перевернулся с ног на голову. Туда, где всё началось. И где всё закончится. Да. Какая сильная концепция. Подвалом началось, подвалом закончилось. Дрон весь в смоле. Минус 1 очко 10, минус 1 очко 10. Ну, я думаю, что его уже всё, он уже отошёл от этого постыдного состояния. Ой. Да, я помню это место. Помнишь его? Конечно. То самое, действительно. Не обманули. Смотри-ка. Вы входите в комнату, но это место больше похоже на склеп. На полу лежат свежие трупы, а плитка залита кровью. Свежие трупы? Да. Похоже, Апекс держит слово. Глори. Глори хладнокровно взирает на останки. Похоже, мы на месте. Окидывая взглядом комнату, вы видите множество терминалов на всех сообщениях об ошибках. Апекс больше не контролирует это место. Машины теперь доступны и беззащитны. Боже мой. Недолго будет тут так тихо. Надо двигаться. Нет, а что? Тут могут быть ценные сведения. Мы даже не знаем, насколько велика их ценность. Нужно все обшарить перед уходом. Она на секунду молчит, затем кивает. Согласна, но только быстро. Не хочу снова оказаться здесь запертой. Никто не хочет, я думаю. Сохранимся. Так, два кармы. Все еще жалкая двоечка кармы. Так, отремонтированная точка доступа. Черт побери, та самая. Хотя порт доступа был заменен, черные подпалены на поверхности панели. Доступы к матрице хорошо заметны. Вот где Моника подключилась. Вот где она встретила Апекс. Это произошло здесь? А то ты не знаешь. Да, она погибла тут. Не, ну Айгер-то тут не было. А, ну да, точно. Она уставилась на обгорелую... Подпаленную. Подпаленную на предохранительном щитке. Бедная Моника. До сих пор не могу поверить, что ее нет. Бедный Юрик, бедный Юрик. Какой Юрик? Николь? Так, вот какой-то терминал. Возможно, на нем действительно найдется что-то интересное. Терминал проекта Панацея. Экран терминала мерцает. То и дело, на нем появляются мигающие код ошибки. Основная система безопасности отключена. Дополнительная вентиляция отключена. Пожалуйста, направляйтесь к назначенному вам шлюзу. Доступ к ресурсам администратора разрешен. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить нажать кнопку. Вы нажимаете случайную клавишу, и экран начинает мигать. Пьезоэлектрический зуммер, упрятанный где-то в недрах терминала, издает серию писков, и система перезагружается. Когда экран, наконец, оживает снова, на нем полно текста. Добро пожаловать, администратор. Пожалуйста, выберите один из следующих пунктов. Ну, все, что из этого я поняла, это последние заметки ученых. Последние заметки ученых, конечно же. Что удивительно, запись довольно легко прочесть. Бегло ее осмотрев, вы узнаете, что ученые работали над множеством дополнительных функций для проекта под названием «Панацея». Видимо, множество разработанных для проекта искусственных лимфоцитов недавно соединились с воздушным вирусом РНК. Получившийся микроорганизм также заразен, как гриб, и способен запросто преодолевать иммунную систему особи. Записи также описывают биоагент РОК и попытки здешних ученых разрушить его. Видимо, они пытались каким-то образом улучшить формулу. Я думаю, просто выключить компьютер далее. Да, вряд ли. Вряд ли мы здесь что-то интересное. Ну, то есть наверняка что-то интересное. Ну, к счастью, турельки, судя по всему, выключены. Но я на всякий случай пообщаюсь с консолькой этой дверцы. Приблизившись, вы замечаете мигающий в статусной панели значок сообщения. О! Апекс. Это здание усеяно обломками моей прошлой жизни, механическими придатками, которые я переросла. Я поручил этим устройством игнорировать тебя и убивать моих бывших мучителей. Небольшой знак моей признательности за оказанную помощь. А устройства, надо заметить, выглядят очень и очень внушающе. Причем, смотри, они нацелены именно на ту дверь. Так, автотурель. Давай посмотрим. Ошибка. Система управления Апекс переключена в режим атаки союзников. Ну, сейчас, видимо, какие-нибудь союзники-то появятся. А, вот и они. Как я и предположил. Опа-опа. Опа-опа. Отличные турели. Четыре выстрела, четыре промаха. Тоже мне защитный. Не, ну как, ну знаешь, зато такой огонь на подавление ведут. Почему бы и нет? Спрячемся нафиг за угол. Жирнодрон идет в атаку. Прошу прощения, что называю его жирнодроном. Может быть, я задеваю чьи-то чувства. Так. Так. Нет, ничьи не задеваешь. Откуда ты знаешь? Я же не к тебе обращался. Да? Ну так, к зрителю. Так. Думала ко мне. Нет, ну че ты. Так, 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 так. Нет, тут надо, конечно, работать с дробовика. Причем вот подходить вот так вот и работать вот прям вот так вот из дробовика. Я бы хотел сделать хедшот дробовиком, если честно. Да. Конечно. Размечтался. Да. Надо в мели. Надо в мели. Я знаю, ты постоянно мне говоришь, что она мажет в мели, но ничего, вроде вот не так уж и мажет. Ну она часто мажет. Ну да, я все же согласен. Она действительно довольно часто мажет. В мели. К сожалению. Так, а, это же у нас дрон поддержки, так что можно и в этого стрелять. Промах. Вот это неожиданно. А если в этого? Промах. Блин, перехвалил дрона поддержки, вот реально. Так, тебя сюда куда-нибудь. И ты сейчас вот этого. Вот эту. Оп, все. Молодец. Сейчас гренка пойдет. Ну, естественно. Ну, естественно. Ну, конечно. Блин, ну если бы эти турельки хоть попали бы в кого-нибудь, мне бы прям приятно было бы. Так, давайте-ка вот от этого. О, молодец. Поддерживающий дрон. Вот, поддерживающие белье, а это поддерживающий дрон. Я тоже об этом подумала. Тоже подумала. Слишком очевидно, чтобы об этом не подумать. Естественно. Так. Есть. Хорошо. Следующий выстрел. Молодец. И еще разочек. Нет, но я лучше спрячусь. Ну, и вот у этого один экшен-поинт. На что он его потратит? Знамо на что? Да, на промах. Айгер. Сюда куда-нибудь. Передислоцируемся. И из револьвера в репку. Ну, в принципе, не так плохо. Блин, даже что такое? Что он такой в вертке-то? Я понять не могу. Как он такой в вертке? Дрона, да? О, молодец. В кой-то веке. Это я не могу. Ну-ка, давай вот ты. С суперочередью. Да, шесть урона. Со всей очереди. Ну, хотя бы так. И пять потом вот этим вот одним. Да. Да. Так. Во! Вот это другое дело. Айгер. А что, я опять двойным стрелял? Ах! Балван. Так. Дроны. Сначала дрон поддержки. Как в самой метке. Все. Битва окончена. Так. И тут куча дверей. Терминал охраны. Я думаю, что стоит с ним пообщаться. Запертый сейф. Я считаю, что еще интереснее. Закрыто. Черт возьми. Я думаю, что его откроет терминал охраны. Так. Ну, декинг пять, конечно. Точнее, управление дронами. Переключить систему удаленного управления дронами через риг. Так. Прямое управление ригом для системы управления дронами включено. Соединение через обычный порт ригера расположено на системе удаленного управления дронами. Открыть доступ к камере наблюдения лаборатории. Подглядывать будешь? Подключен. Система удаленного управления дронами. Подглядываешь. Вернуться. Отойти от терминала. О. Угу. Сейф. Это система удаленного управления дронами с ручным и прямым управлением ригом. Несмотря на то, что ее маленький экран испещрен сообщения в ошибках, она все еще работает. Ригер смог бы использовать ее на полную. Добавить в инвентарь систему управления дронами. Блин. А как? Ну, вместо вот этой аптечки. Так. Теперь, внимание, вопрос. Как этой хреновиной воспользоваться? Это что за вообще этот покемон? Это что за покемон? И по-моему эта фигня не попала ко мне в инвентарь. Да ладно. Ну ты ее видишь? Нет. И я нет. Что за, блин? Что за геморрой с инвентарем? Я не понимаю. Честное слово. Ну ладно, хрен. А, подожди, вот она. Так, сохранимся. И попытаемся активировать прямо отсюда. Во! Пульт управления дроном. Ошибка. Управление сущностью Апекс отключено. Система удаленного управления дроном включена. Дроны в ожидании. Два. Таймер системы самоуничтожения включен. Прямой рейх включен. Выпустить дронов. Release the drones. Так, выпустить дронов в лабораторию смешивания. Выпустить дронов в арсенал. Выпустить дронов в основной склад. Оставить покой. Слушай, ну так это как быть. То есть я могу выбрать, типа, где мне облегчить себе задачу. Устроить диверсию. А я не знаю, где что. Вот в чем проблема. Давай в арсенал, скорее всего, там больше всего народу сидит. В арсенал. Самоуничтожение обороны действует. Так. Во, пошли дроны. Получена карма, кстати, чуть-чуточку. Так. Ходов до самоуничтожения дронов три. А в арсенале никого нет. Отлично. Да. Вот они реально в арсенале. Тут отсюда же некуда идти из арсенала. Как сюда попасть в арсенал? Тебе туда надо вообще? Я сохранился вообще. Интересно. Потому что, смотри, вот это, наверное, главный склад. Я бы, наверное, лучше в главный склад их выпустил. Честно. А, подожди, так я дронами управляю. Вот они. Оружейная стойка, оборудование. Нет, честно говоря, мне вот эта вся фигня не нужна. Поэтому я, наверное, загружусь и выпущу их в главный склад. Причем? Причем прямо сейчас. Вот причем прямо сейчас выпущу. Да. Думаю, что это целесообразно будет. Потому что, смотри, я бы мог, конечно, подождать момента, да, и, типа, напасть всем скопом. Угу. Но тут два нюанса. Первый. Ну, что это, по большому счету, изменит? Ну, наверное, чуть полегче станет. Вот. Второй момент. Я все-таки реально не знаю, где какая локация. Я вот выпустил в арсенал. Хорошо. Оказалось, в арсенале нет никого. Ну, окей. Так. Ну, ладно, давай, в общем-то, пройдем. Может, вот это, скорее всего, лаборатория. Но тут, видимо, ну, пара чуваков. То есть, как бы, несерьезно. Я... Знаешь, наверное, все-таки подождем. Действительно. Когда я буду ближе к складу, вот тогда и начнем бучу с участием дронов. Так, вот, тут еще какой-то терминал. Может быть, тут тоже что-то интересное найдется. Так. На терминале высвечивается безликий экран входа. Взломать учетную запись. Вы находите файл с обширной перепиской различных сотрудников. Ну, честно говоря, мне читать их переписку не очень. Тем более, это как-то, знаешь, как это, неэтично. Чужие письма читать. Читать с чужие письма, это неэтично. Так, посмотрим, что нас тут ожидает. Заперто. Я не люблю, когда заперто. Поэтому я сохранюсь и взломаю. Ввести код доступа в арсенал. Использовать клавиатуру. Но я не знаю кода доступа в арсенал. Поэтому я отойду от панели. А где-то я этот код доступа, интересно, могу найти. Ну, да неважно. Ага, тут все-таки не двое. Чет пятеро. Так. Я начинаю задумываться. Знаете ли. Не стоит ли мне прямо сейчас вызвать дронов? К себе в помощь. Так, все, этих своих дронов я пока активировал. Отойдем. На безопасное расстояние. Мордатого дрона. Вот прям сюда. И прям вот из пулемету. О, смотри, как он тут может. Ну-ка, 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 давай, мордатый дрон. Вот тут есть кто-нибудь? Полувоенная охрана. Ну, непонятно. О, ведущий маг. Знаешь, как ведущий специалист. Это ведущий маг. Да, целился в одного, попал в другую. Ну, попал неплохо. Попал неплохо. Кстати, а может быть действительно код в переписке? Надо бы потом проверить. Так, где этот дрон у меня стоит? Стрелять он ни в кого не может, значит, стоит далеко и неудобно. Поэтому сюда. Такой пи-пи-пи. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Летит. О, я же могу кинуть гранатку. Ну-ка, давай-ка. Вот этих троих такой. Ап. Ну, в общем, все равно неплохо, кстати. На самом деле. Так, теперь Айгер. Дорогуша. Почему ты никого не видишь? Как так никого не видишь? Ну, ладно. Не видишь, так не видишь. Так. И ведущего мага. Не, она... О, гренадер. Я бы вот этого парня атаковал. Или сразу двоих попытаться. Не, я лучше ведущего мага попытаюсь выбить. О, хорошо. И прицельным. Есть. Все. Остались они без мага. Это меня несказанно радует. Но меня не радует, что у меня тут вот-вот-вот прям под боком, короче, сидит чувак, пока вообще невредимый. Придется его, наверное, кромсать Глори. Ну-ка, давай, Глори. Кромсани. Есть, кромсануло. Еще разочек. Вот, молодец. Ха-ха, неудачник. Остальные похрапывают. Так, традиционно пропускает ходы. Так. Промах. Да как ты можешь? Пром, да что ж такое. Ну, третий такой. Вот, молодец. Причем неплохо, но тридцаточку. Как ты считаешь? Да, тридцать. Это умнее, чем неплохо. Тридцать это очень хорошо. Так, ну, тоже ничего так. Так, и Глория, наверное, его добьет. Давай-ка, Глория. Даже не будем рисковать. Возьмем револьвер и... Из револьверчика. Отлично. И потом рискнем. Есть, молодец, Глория. У нас еще остается Айгер. А, у Глории еще даже один остается экшн-поинт. Вот это вот так. Ну, ладно. Я особо не надеялся. Так. Аздробаша больше? Нифига не больше. Ну, стабильненько. Зато так стабильненько. Да, блин, этот гренадер засел тут. Есть, отлично. Выбили гренадера. Так. Айгер, давай ты сможешь. Есть, хорошо. Ну, туда дрон. Вот мой, стандартный. Есть, молодец. Все, и давай-ка действительно сходим проверить код в переписке. И знаешь, что еще хочу проверить? Что? Мне очень интересно, не восстанавливаются ли гранаты у моего дрона поддержки между стычками. Вот что мне интересно проверить. Взломать учетную запись. Сообщение номер 1. Сообщение номер 2. Сообщение номер 3. Код доступа 1247. Да, действительно. Выйти из системы. Окей. Давай проверим. 1247. 1247. 12, да, 1247. Сохранимся и откроем арсенал. Так. 1247. Отправить. Ну, я не думаю, что здесь прям что-то такое будет. Что я здесь какое-то откровение прям найду. Отправить предмет на склад. Тоже отправить предмет на склад. У меня на складе уже этих предметов. О, терминал же. Какой-то терминал же. Сохранимся. Терминал администратора. Ну, опять нажмите любую кнопку. Вы нажимаете на клавишу, и экран начинает мигать. Через некоторое время система перезагружается. Когда экран снова загорается, перед вами открытый почтовый ящик администратора. Прочитаем сообщения все-таки всякие. Ну, просто так прощелкаем. Кому интересно, тот стоп-кадр поставит и... Прочтет. ...и прочтет. Нам же, лично мне, по крайней мере, не хочется тратить время. Так. Присохранимся. Ну-ка, ну-ка. Тут есть что? Тут нет ничего. Турельки, которые... ...смотрят на меня и заставляют меня опасаться. Но, на самом деле, относительно безопасно. Ну, безопасно, вообще-то, для меня. Потому что ими управляет Апекс. Так. И вот сейчас, мне кажется, самый момент, чтобы включить дронов. На главном складу. Так. Подожди-ка. Оставить в покое. А вот я могу вот так вот сделать. Смотрите. Прямо через... Проходит огромная трещина. То есть, можно как-то выбраться из арсенала, что ли, этими дронами, получается. Проходит огромная трещина. Трещина-то, может, и проходит, но... Да не, я не буду тут ничего шмалять, потому что... Ну, окей. Орудийная стойка. И чё? Даже если я что-то подберу, то в лучшем случае это будут какие-то расходники, типа гранат. Ну, а мне это, честно говоря, не очень нужно. Так. Так что... Дронов в основной склад. Ну, как знаешь. Дроны в основном в складу. Вот они. Уже собираются гопнуть мага. Я открываю дверь. Врубаю дронов своих. И у нас уже пять дронов на ринге. Таким образом. Так, из них три являются вот именно такими... Такими же, как мой боевой дрон. И меня это очень радует. И плюс ещё турельки. Никогда не нужно забывать о турельках. Никогда не совершайте ошибку, не забывайте о турельках. Так. Мордатый дрон такой вылетает. И... О, да. Нас тут ждали. Это очевидно. Так. И давайте... Так, вот в кого бы только. Мне кажется, вот в это у него самая большая и страшная пушка. Как ты считаешь? Марина. Да. Я буду его атаковать. Ой, как хорошо-то! Я почти убил его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!